Сегодня вопросы защиты окружающей среды выходят на первый план среди других приоритетов мирового сообщества. Поэтому для решения экологических проблем используют все имеющиеся инструменты. Главное преимущество роботов в борьбе с загрязнением окружающей среды заключается в том, что они способны трудиться без отдыха в самых сложных условиях. Аналитическая компания Research and Marketas прогнозирует, что к 2026 году мировой рынок утилизации отходов вырастет на 7,9% и будет оцениваться в 643 миллиарда долларов США. Важным фактором роста станет именно применение роботизированной техники. Роботы, которые выращивают деревья регулярная вырубка деревьев приводит к росту концентрации окиси углерода в атмосфере на 6-12%. По оценкам ученых, ежегодно на планете вырубают более 15 миллиардов деревьев. За этот же период вырастает только 5 миллиардов деревьев. Если ничего не предпринимать, то лесные запасы закончатся к 2300 году. Применение роботизированной техники поможет решить эту проблему. Гроубот – автономный сад на гидропонных технологиях проект позиционируется разработчиками как экологичная альтернатива традиционному земледелию. Роботизированная система работает на солнечной энергии, при выращивании не применяются химические удобрения. Усовершенствованная гидропонная технология основана на циркуляции воды в замкнутом контуре, жидкость используется повторно и не загрязняет естественные водоемы. Робот Гроубот внешне напоминает шестиколесный грузовик. Он оснащен сейлкой для разрыхления твердой почвы. Ориентировочный срок службы – 35 тысяч часов. Сферы применения – восстановление лесов, озеленение участков, выполнение сельскохозяйственных работ. Устройство справляется с посадкой деревьев в труднопроходимой местности и в регионах, где водятся ядовитые змеи и пауки. Сейчас разработчики работают над роботом Гроубот нового поколения, который сможет сажать тысячу деревьев за раз и использовать автономные системы для следования по заранее запрограммированному маршруту посадки. Биокарбон инженеринг – восстановление планетарной экосистемы суть стартапа, масштабное высаживание лесов. Дроны выбрасывают капсулы с проращенными семенами деревьев и контролируют процесс роста. По оценкам разработчиков, за день можно высадить до 36 тысяч деревьев. При этом стоимость работы по сравнению с обычными методами снижается на 85%. Для массового засеивания территории используются дроны, которыми управляют операторы. Первый этап – сбор сведений о топографии и качестве почвы с помощью дронов, летающих на высоте 100 метров, затем на основе собранной информации программа выбирает лучшее место для посадки деревьев и формирует карту посадки. Вторая группа дронов летает на расстоянии 3 метров над землей, сбрасывая на землю заполненные питательными веществами и семенами капсулы по 2 штуки в секунду. Капсулы способны проникать в почву. Один дрон, вмещающий 300 капсул, обрабатывает 1 гектар за 18 минут. CO2 Revolation – восстановление экосистемы в тысячу раз быстрее суть стартапа – массовое высаживание деревьев с использованием беспилотных летательных аппаратов. Технология предполагает использование таких элементов – дроны с контейнерами для семян, капсулы с предварительно проросшими семенами Aizidas и смартфон LG G8 Smart Green, отвечающий за управление летательными аппаратами. Дроны собирают информацию о местности, затем компьютерная программа анализирует параметры, температура, тип почвы, количество осадков, потребности местного населения и выбирает наиболее благоприятное место для развития новой экосистемы. Разработчики утверждают, что использование роботов CO2 Revolation восстановит экосистему в тысячу раз быстрее и в 10 раз дешевле, чем привычные методы. Два дрона способны высадить деревья на территории, равной площади полтора футбольных полей, всего за 10 минут. Затраты на посадку одного растения составят 11 центов. Роботы и аналитические системы, помогающие выращивать растения инновационной разработки, сделают процесс выращивания растений полностью автоматизированным и помогут решить проблему с нехваткой рабочих рук в сельском хозяйстве.